МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Только без паники Саров присоединился ко всероссийской акции «Единый день сдачи ЭГЭ для родителей». На страже порядка в Саровской полиции прошел гарнизонный развод нарядов. Ловкость рук и никакого обмана. 24 марта – День иллюзиониста. Далее расскажем обо всем подробно. Экзамен по русскому языку сдали папы и мамы будущих выпускников. В рамках проекта «ЕГЭ для родителей» они примерили на себя роль старшеклассников и сели за парты, чтобы заполнить кимы и ответить на вопросы теста. Акция уже стала традиционной, и она направлена на снижение тревожности учеников и родителей перед госэкзаменами. Каждый год весной в нашей стране проходит акция «Единый день сдачи ЭГЭ родителями». И Саров традиционно в ней участвует. Также и в этом году родители выпускников могут пройти всю процедуру экзамена, узнать, что ждет их детей в ближайшее время. Начинается все с показа документов. Здравствуйте. Свои личные вещи выпускники должны оставить на входе, затем пройти через досмотр металлоискателя. В аудитории при участниках распечатывают кима, объясняют, как заполнять бланки. И вот спустя 30 минут начинается сам экзамен. Чтобы выполнить процедуру, родителям дается полчаса. Кто-то ушел раньше времени, а кто-то писал экзамен до конца. Ну, я это уже прохожу второй раз. В прошлом году я тоже проходила, мы писали историю. Ну, детям будет, мне кажется, легче, чем родителям. Гюрократии добавили еще больше только. Сейчас прошла процедура ЭГЭ, как впечатление? Поняла, насколько сложно детям сдавать ЭГЭ. Насколько волнение начинает захлестывать во время ожидания, пока распечатаются все материалы, пока они проверятся, пока будут розданы ученикам. Волнение зашкаривало. Акция в Сарой проходит уже много лет. Каждый год в ней принимают участие около 15 родителей. Это не обязательно мама и папа выпускников этого года. Иногда взрослые заранее хотят понять, что ждет их 8-и или 9-ти классник и через несколько лет. Вы знаете, родители всегда говорят спасибо, потому что мы опять же смогли испытать вот это чувство на себе. Хотя, вы знаете, мне кажется, я всегда об этом говорю, что дети спокойнее относятся к этому процессу, чем даже мы, родители, воспринимаем. Дело в том, что у детей достаточно большое количество пробных экзаменов, достаточно серьезная подготовка на каждом этапе. Напомним, ЕГЭ в этом году из-за пандемии опять пройдет в особом формате. Школьникам, которые не планируют поступать в высшее учебное заведение, достаточно сдать два государственных выпускных экзамена по русскому языку и по математике. Тем, кто планирует поступать в ВУЗ, придется пройти процедуру ЕГЭ. В обязательном порядке они сдадут русский язык и предметы по выбору, необходимые для поступления. Основной этап ЕГЭ пройдет с 31 мая по 25 июня. И я от всей души, конечно же, желаю детям, которые выберут в этом году поступление в ВУЗ, и кому предстоит сдавать именно государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного экзамена. Желаем удачи, спокойствия, самое главное, и уверенности в своих силах. Ну а родителям поддержки детей и понимания того, что мы все преодолеем, со всем справимся, и что ЕГЭ – это точно не самое страшное в жизни. Поэтому всем удачи. Коронавирусная статистика в России идет на спад. И если год назад возможность заразиться COVID-19 вызывала только панику, то сегодня люди постепенно учатся жить в новой вирусной реальности. Болезни неприятны, но строго следуя всем рекомендациям медиков, можно минимизировать ее последствия. Возраст 50+, сопутствующие заболевания, такие как сахарный диабет и шимическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, а также ожирение – это факторы, которые могут привести к тяжелому течению COVID-19. Но их отсутствие вовсе не гарантирует, что коронавирус не даст осложнений. Проблема болезни в том, что ее симптоматика до конца еще не изучена, и полностью защитить себя мы пока не можем. Поэтому важно правильно действовать при первых симптомах заражения. До результатов мазка принимать противовирусные препараты, а в случае положительного теста точно следовать рекомендациям лечащего врача. У запатентованного лекарства от COVID-19 есть целый ряд противопоказаний. Препарат нужно принимать под контролем врача, в том плане, что он имеет побочные действия, повышается мочевая кислота в крови. Ну, ряд нюансов. У кого тяжелые заболевания печени и почек, его нельзя использовать. Самое главное – никакого самолечения. Неправильно подобранные препараты принесут больше вреда, чем пользы. А если есть отягчающие и сопутствующие заболевания, то по новым правилам человека с положительным анализом на COVID-19 должны госпитализировать. Даже при легкой симптоматике. Течение болезни у групп риска непрогнозируемое и отсутствие медицинского контроля может привести к печальным последствиям. Болезнь протекает очень коварно. Первые пять дней. Вообще никаких серьезных нет симптомов. Обычно это потеря обоняния, может быть, да, там какой-то насморк, заложенность носа, боль в горле, покашливание. А начиная на седьмой-восьмой день болезни или десятый день, это уже, конечно, тяжелая форма болезни начинается. Резко повышается температура, одышка, и человек нуждается в экстренной госпитализации. Профилактика COVID-19 проста и понятна. Маски, проветривание помещения и увлажнение воздуха, физическая активность, правильное питание и витамины. Восстановительный период после болезни тоже важен, и он тоже должен проходить под присмотром врача. Особенно после тяжелого течения болезни. Через три месяца, через шесть и через двенадцать месяцев нужно делать контрольное КТ, если были массивные изменения легочной ткани. Вообще рекомендую два года наблюдаться после ковида. В том числе УЗИ сердца проводить, на предмет аритмии. УЗИ исследования, ультразвуковые исследования органов брюшной полости. То есть нужно комплексно наблюдаться. Умеренные физические нагрузки, адекватное питание с исключением сахаров и быстрых углеводов, рациональный режим труда и отдыха, а также витамины В, Д и фолиевая кислота помогут сократить период восстановления после COVID-19. Социальная доплата к пенсии будет устанавливаться в беззаявительном порядке с 1 января 2022 года. По словам замминистра труда Андрея Пудова, больше не потребуется предоставлять заявления и другие документы для получения доплаты. Другая важная информация в подборке о коротких новостей. В России с 1 апреля отменят ряд льгот, которые власти ввели на фоне пандемии коронавируса. Как пишет парламентская газета, граждане больше не смогут получать новогодние выплаты в размере 5000 рублей на каждого ребенка до 8 лет. Большинство россиян получили средства, не подавая заявлений к 25 декабря 2020 года. Работающим жителям старше 65 будет недоступно оформление больничных листов для соблюдения домашнего режима. Безработных перестанут регистрировать онлайн с помощью госуслуг и работы в России. Онлайн-документы без бумажных копий перестанут находиться в обороте работодателей также с 1 апреля. Утрадят силу и рекомендации Центробанка о реструктуризации кредитов для граждан, у которых сократились доходы из-за ситуации с COVID-19. Физические лица, самозанятые бизнесмены смогут подать заявку до 31 марта. Запрет на выселение клиентов должников и банков прекратит действовать в тот же день. Прокуратура Нижегородской области 26 марта проведет горячую линию по вопросам соблюдения и законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Можно обратиться, если вам предоставили некачественные коммунальные услуги, не провели перерасчет за них, либо нарушили ваши права к каким-то иными действиями или бездействиями стороны управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Телефон горячей линии 8 831 461 92 99. Звонки принимают с 9 до 16 часов. С 1 апреля по 31 мая Клупакбар проводит акцию помощи частным приютам для животных. Их обитателям требуется корма, лекарства и другие принадлежности. Хозяева приютов подбирают с улицы, выхаживают и кормят собак и кошек, брошенных на улице в любом состоянии. Помимо этого, приютам, которые держат собак, нужна помощь по строительству и восстановлению вольеров. Пункты сбора помощи будут находиться в 1-м корпусе САРФАТИ в самом Акбаре на Силкино-10-1 и в клубе Восход на Советской 10А. Подробности можно узнать по телефону 8 903 040 88 60. На 9 этаж пешком в рубрику «Городской дозор» обратились жители дома номер 15 по улице Некрасова. Саровчане пожаловались на то, что уже третий месяц в нескольких подъездах не работает лифт. Менять кабины начали еще в середине января. С тех пор пенсионеры с трудом поднимаются на верхние этажи. На 9 этаж лифт во втором подъезде дома 15 по улице Некрасова поднимается с таким скрежетом. Жители с середины января перемещались без лифта. С нетерпением ждали его запуска. Сейчас ездят на нем с опаской. Периодически его снова отключают специалисты. Он работает с субботы после обеда. Включили, но работает он безобразно. 7-й, 8-й этаж, шум. Ну, скрипит. Скрип идет. Ну, дай Бог, хоть бы так работал. По словам главного инженера ООО «Лифт-сервис» Александра Белова, неприятные звуки возникают из-за того, что тросы пока не смазывали. Перед проведением комиссии по приему такие мелочи обязательно устранят. В третьем подъезде лифт все еще не запустили. Пенсионерам и мамочкам с колясками приходится преодолевать этажи по лестнице. В четвертом подъезде та же история. Я говорю, вы лифтеры? Да. Я говорю, время 10, а вы только совещаетесь. Ничего не делайте. Во сколько должны? 20-го, 3-го сдать лифт. Ткнула им пальцем, говорю, бери мои сумки, неси на 6-й этаж. Молчат. Постучали, ушли. В субботу еще постучали. Сегодня они постучали. Все, больше ничего. Каркас, облицовку сделали на этажах и все. С одной стороны, жители рады, что лифты заменили на новые. С другой – недовольны срывом сроков уже на неделю и качеством выполнения работ. Единственное, недовольны, что очень долго делают. Вот третий месяц. И не качество. Причем работают ребята иногда так мощно. Чуть ли не с утра и до ночи работают. А потом раз – и пропадают. Их на неделю, а то и на полмесяца. Ничего не делают. Ничего не делают. Вроде бы не доканчивают работу свою. А лифт не включали. Главный инженер подрядной организации заверил, что рабочие завершили установку лифтов и запустили их в первых двух подъездах. В остальных заканчивают косметический ремонт. Сами лифты, механическая часть всех лифтов готова. Но первый, второй, третий подъезд 100% готовы. И уже, наверное, пользуются люди. Я просил вчера включить их. Их, наверное, вчера включили. Не включали только третий подъезд. Покрасили просто, чтобы люди не испачкались. Было покрашено. Наверное, уже включили. А вот четвертый, пятый подъезд надо было заделать в пороге. Там щели. И тоже можно включить в эксплуатацию. Если верить словам подрядчика, уже в пятницу жители смогут пользоваться новыми лифтами. Комиссию по приему объектов проведут в ближайшее время. Если специалисты найдут недочеты, рабочие их исправят. Перед зданием управления Саровской полиции прошел гарнизонный развод нарядов на службу по охране общественного порядка и безопасности. На построении присутствовали руководители, участковые и уполномоченные, сотрудники патрульно-постовой службы и инспекции по безопасности дорожного движения. Прозыск нарушителей закона, личных вещей саровчан, обследование гаражных кооперативов, пресечение наркотрафика, надзор за увеселительными заведениями города. Одни из текущих задач, которые стоят перед правоохранителями. Перед очередным выходом на дежурство сотрудники полиции и ГИБДД получили служебные указания на совместном инструктаже. Начальники напомнили полицейским правила оформления документов и довели оперативную обстановку в городе за последние сутки. Александр Косенков также поставил несколько задач своим подчиненным. Ставится задача по выявлению недостатков содержания уличной дорожной сети, составлению актов, выявленных недостатков содержания УДС с последующей выдачей предписания на их устроение. А также ставится задача по надзору с дорожным движением, по работе в местах концентрации ДТП, по выявлению нарушений ПДД, связанное с проездом пешеходных переходов, по выявлению нарушений ПДД пешеходами. Подобные разводы регулярно проводят для определения основных направлений работы и успешного взаимодействия подразделений. После инструктажа наряды отправились на дежурство. 24 марта в мире отмечают День иллюзиониста. К нашему городу праздник имеет прямое отношение. Более 60 лет жизни этому жанру отдал саровчанин Иван Александрович Жуков. В арсенале иллюзиониста 300 фокусов. Наша съемочная группа побывала у ветерана и убедилась, что бывших фокусников не бывает. Над фокусами надо, Лена, работать. Надо, чтобы голова работала обязательно. И чтобы было желание, очень желание. Это желание радовать и удивлять всех от мала до велика Иван Александрович до сих пор хранит в своем сердце. Жизнь его не баловала. Детство закончилось с началом войны. В 9 лет он пошел работать в колхоз. Фокусами увлекся в середине прошлого века. Тогда его пригласил ассистировать один из работников Дома культуры. И он говорит, слушай, Иван, я знаю некоторые фокусы. Давай поставим фокусы. А я говорю, а что это такое? Ты туда увидишь. И вот первый раз меня пилили пополам. Первый раз я видел, что такое фокусы. Гражданин страны Росатом, ветеран войны, ветеран труда завода, почетный член Российской ассоциации иллюзионистов. Стены в квартире Ивана Александровича увешаны грамотами и дипломами за достижение в искусстве демонстрации фокусов. Он все успевал. Работал в ядерном центре, воспитывал детей, выступал на сцене городских ДК и даже ездил с концертами по ближайшим городам и селам. В арсенале Ивана Александровича 300 фокусов. Все фокусы трудные, если их не знаешь. А узнаешь, вроде там и ничего. Там и ничего такого нет. Я вам покажу фокус, скажешь, я вам докажу, он делает. А если вам его рассказать, показать, да ерунда какая. К приходу съемочной группы Иван Александрович приготовил реквизит для нескольких фокусов. А ты любую мне скажи, которая тебе нравится. Вот эту. Вот эту, да? Давай сюда. Я не смотрю. Я покладу ее. Вот это я показал, построю. Крываю. Теперь беру эти карты. Кладу. Ивану Александровичу 88 лет. Большую часть реквизита из ДК он перенес домой, чтобы постоянно оттачивать навыки в демонстрации фокусов. В планах большой юбилейный концерт к 90-летию, на который он хочет пригласить и своих учеников. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбуке и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски и авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры сделал DimaTorzok